Сегодня в Казани началась двухдневная международная конференция, приуроченная к 20-летию Конституции Татарстана. Документ, как известно, принимался в весьма противоречивых условиях, но несмотря на жесткие противостояния, все-таки появился на год раньше российской. Мой коллега Дмитрий Фторов о том, какие испытания временем пришлось пройти, чтобы отстоять право на самостоятельность. В самом начале 90-х, именно здесь, на площади свободы в Казани, не утихали митинги и народные волнения. После распада Великой Державы, татарстанцы, независимо от национальности, хотели определиться с путем дальнейшего развития. Первым шагом стабильности и спокойствия стало принятие собственной Конституции Татарстана. Развитие федерализма – важное условие для роста общественной стабильности и повышения благополучия граждан, отметил президент Татарстана Рустам Миниханов. Республика всегда выступала за укрепление федерации, а принятие Конституции стало ответом на вызов времени. Это было смелым, дальневидным и полностью оправдавшим себя решением. Данный основополагающий документ оказал заметное влияние на развитие принципов федеративных отношений и на становление демократической модели государственного устройства на региональном уровне. Наша Конституция открыла новый этап отношений с федеральным центром. Важными вехами на этом пути стало подписание двух договоров 1994 и 2007 годов. Про неё говорят, что она испытана временем, хотя и не раз подвергалась критике и коррективам. Конституция Татарстана была принята в сложнейших политических условиях на основе всенародного референдума. Конституционную комиссию возглавил первый президент Татарстана Митмер Шаймиев. Хочу от всей души поблагодарить, лично от себя, от имени татарстанцев, всех членов комиссии, большинство которых здесь присутствуют, которые независимо от политических взглядов, с заботой о будущем нового Татарстана, преодолев личные амбиции, разработали и единодушно приняли наш основной закон. Большое вам спасибо. Бигзер Рахман. Тогда в российском правительстве за национальную политику отвечал вице-премьер Сергей Шахрай. Сегодня он уверен, в те годы возобладала политическая воля и дальновидность лидеров России и Татарстана. В общем-то, с Конституции Республики начинался современный федерализм в России, не только в Татарстане. В этом историческое значение. Я здесь выступаю от российского исторического общества. Оно недавно воссоздано и делаю это с удовольствием. Отличительная особенность нашей Конституции, она была принята без какого-либо диктата сверху, сумела объединить людей разных национальностей, политических пристрастий и вероисповедания. Высшей ценностью были провозглашены демократические свободы человека и гражданина, принципы правового социального государства. О том, как выверялись и принимались непростые политические решения, каких усилий дипломации стоил диалог и как удалось конвертировать договоренности в экономический и социальный рост. Об этом и не только с высокой трибуны делились участники событий. Среди них ученые, политологи, народные депутаты, принимавшие Конституцию, а также гости из европейских и азиатских государств. Дмитрий Фторов, Павел Прищепов, Вести, Татарстан.